Всем привет! Сегодня мы разберем рацион еще одного фаната тренировок. Вы долго просили разобрать этот рацион, а я долго не хотел этого делать. Я объясню сегодня почему, но все же решил поддаться, потому что нам есть чему научиться даже на этом примере. Речь идет о Марке Волберге. Вы просили разобрать его подготовку к фильму «Кровью и потом» или «No pain, no gain», как этот фильм назывался по-английски. Прежде чем мы перейдем к этой теме, я предлагаю приготовить блюдо по одному из ваших рецептов. И сегодня я хочу попробовать приготовить творожно-овсяный кекс или овсяно-творожный кекс по рецепту Нелли Ли. Итак, мы будем использовать творог, овсянку, яичные белки, добавим мед, немного соли, кефир, яблоки. Первый шаг у нас это приготовить из овсяных хлопьев овсяную муку. То есть сами сделаем компонент, не будем покупать какую-то муку, да, сделаем ее сами. Если у вас есть кофемолка, вы можете использовать ее, у меня есть специальная мельница для приготовления такого продукта. Так, поехали. Так, сделали муку. Шаг номер два. Будем готовить исходный материал. Виктория, подсказывай, если что не так. Вот, ребят, то есть четыре белка и один желток. Теперь творог. Теперь кефир. Смотрите, две здоровые ложки меда, вот такие вот, но чайные, все-таки чайные. Будет не сладко. Да? Больше? Три? Ну, как минимум. Ну, давайте три. Ну, вот, вроде как-то так, да? Посолить чуть-чуть, да? Так, ставлю. Ну, вот, у нас получилась смесь. Так, и теперь полученную смесь кладем в мультиварку. Кладем, вываливаем в мультиварку. Накрываем. Туковка. Начинается приготовление. Ну вот, я надеюсь, что через 35 минут у нас приготовится этот кекс. А тем временем давайте поговорим о Марке Волберге. Итак, Марк Волберг во время подготовки к фильму «Кровью и потом». Он дал большое интервью, где подробно рассказал обо всех особенностях этой непростой подготовки. Дело в том, что после окончания предыдущего проекта у Марка Волберга был вес 160 фунтов. И до начала съемок фильма «Кровью и потом» оставалось два месяца. То есть за два месяца ему нужно было дойти до целевого веса 200 фунтов, потому что режиссер ставил именно такую задачу. Таким образом нужно было набрать 40 фунтов, это где-то 18 килограммов, за два месяца. Естественно, Марк Волберг задействовал все возможные ресурсы, но даже при этом условии набрать 18 килограммов за два месяца можно лишь старый вес, который когда-то был, о котором тело помнит. И то, ребята, это сделать крайне сложно, но, наверное, возможно. Таким образом, он в течение двух месяцев жил по следующему графику. Первый критерий – 12 приемов пищи в течение дня. Мне лично тяжело в это поверить, но Марк Волберг утверждал в интервью именно это. Иллюстрировал это следующим образом. Ложился спать в 9 вечера, наевшись плотно. Через 3 часа в 12 часов ночи он просыпался специально, чтобы поесть еще один раз. Видимо, 12-й, будем считать. При этом говорит, что я все еще чувствовал себя сытым от прошлого приема пищи, то есть перед сном, так скажем. Тем не менее, заставлял себя съесть что-то еще. Подъем был в 4.30, тренировка утренняя, постоянно весь день сопровождался регулярными приемами белков и углеводов. Он не называет точно продукты, точнее их распределение в течение дня, но говорит, что из источников белка – это курица, мясо, рыба, птица. Короче, все абсолютно без ограничений, с постоянным добавлением макаронных изделий в процессе для того, чтобы набирать нужное количество углеводов. В придачу к этому протеиновые коктейли и сывороточные, и казеиновые. То есть по полной программе человек загружал себя избыточной энергией и белком, строительным материалом. По белку он сказал, что он стремился к 3 граммам на килограмм веса тела, то есть 300 граммов в сутки целевое количество белка. По тренировкам – это только тренировки с железом, либо на тренажерах, то есть анаэробная нагрузка, практически никакого кардио, лишнее много разминки перед силовой тренировкой. То есть, ребята, в целом и в общем мы прекрасно понимаем смысл этой двухмесячной программы. Жесткий мясонабор, весонабор, без разбора, сколько наберется жира, сколько наберется мяса. Но он, естественно, понимал, что за 2 месяца он уж совсем не разжиреет, с учетом того, что все-таки он тренировался практически ежедневно. Но нужен был общий набор веса для того, чтобы не смотреться слишком мелко по сравнению с Дуэйном Джонсоном, который, вы сами понимаете, скалом. Вот и вся программа. То есть, ребята, много тренировок, много еды. Почему я не хотел разбирать этот рацион? Потому что вряд ли он может нас чему-то научить. Я против, лично я, против того, чтобы есть все без разбора, даже если у вас цель, я не знаю, через 2 месяца удивить своих коллег по работе, либо своих сокурсников, либо своих одноклассников тем, сколь огромным вы вдруг стали. Ребята, вы помните, что за все вещи приходится расплачиваться. Другое дело голливудские актеры. Естественно, он подготовился к фильму. Сразу после этого ему нужно готовиться к фильму. Два ствола, где вес должен был быть на 20 фунтов меньше, то есть на 9 килограммов меньше, то есть целевой вес 180 фунтов. То есть, снявшись в фильме «Кровью и потом», Марк Волберг тут же переключается на другую программу и включает много баскетбола в свою тренировку, то есть кардио плюс, естественно, фан, развлечение, активность, для того, чтобы сбросить вот те самые 9 килограммов, которые уже не нужны. Но это такая жизнь, тяжелая жизнь голливудских актеров. Есть масса плюсов, но, на мой взгляд, с точки зрения управления весом тела и вот этих вот колебаний туда-сюда, это минус, потому что для здоровья, на мой взгляд, это не очень круто. Мы, ребята, имеем возможность все-таки держать свою стратегию долго. Мы нацелились на оптимальный процентный состав тела, на максимальное наращивание именно необходимых нам для жизни, либо для внешнего вида, для конфигурации мышц, которые способны двигаться, с помощью которых можно играть в футбол, баскетбол, волейбол, кататься на сноуборде. И мы плавно идем к этой цели, оптимизируя питание так, чтобы процент жира был минимальным. Нам не нужны лишние вот эти вот болтающиеся волны. Да, зачем эти волны на теле? Вот я сейчас не говорю, что этих, ребят, волны. Все-таки, что у Вина Дизеля, что у Марта Уолберга, которых вы долго просили разобрать, есть лишние проценты. 15, 16, 18 процентов жира. Мне кажется, это лишнее. 12, это золотая середина. Мне не терпится увидеть, получился ли этот кекс. Но вообще, ребят, хочу вам сказать, если вы пишете нам рецепты, пожалуйста, удостоверьтесь, что количество все выверены. Потому что, Нелли, мы с Викой гадали, сколько муки нужно положить. Сколько намолоть, сколько положить. Методом тыка, естественно, сейчас может получиться такой же тыковый кекс. А нам нужен хороший, вкусный кекс. Дабы эти 40 минут не прошли впустую. Пахнет нормально, кстати. Приготовление завершено. Ну, начинается момент истины теперь. Так, ну, я покажу, покажу сейчас вам. Вот, что мы имеем. Ну, что, вывалим на тарелку? В этом кексе 100 граммов углеводов, 50 граммов белка. Так, плюс-минус. Ну, кексик, давай. Вы за меня должны волноваться сейчас. Я сделал по вашему рецепту. Проверим. Горелла обжигает. Ну, опять же, как в ряд, я могу сказать одно. Этот кекс не пропадет, Нелли. Я возьму с собой, а буду есть. До тренировки, после тренировки. Надеюсь, что животу будет хорошо. Друзья, к чему вас призываю? Присылайте нам ваши креативные рецепты. Они нам нужны. Будем делиться со страной вашими рецептами. Будем экспериментировать на мне. Я надеюсь, Вика тоже часть удара примет на себя. Ваших рецептов. А так могу сказать лишь спасибо вам за то, что смотрите. Увидимся совсем скоро. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok